Девушки отдыхают На ломтики вот так вот порезать И с соусом его уплетают А соус что, кроваво-красный, да? Кроваво-красный соус, самый кровавый И самый красный соус, мой любимый Не смей, не смей ко мне подходить И не выкатывай свою газонокосилку А то я буду отбиваться И ты получишь в лицо горячим чаем плотников Да, Саш, ну Что-то ты совсем, с тобой что-то не так явно Как и газонокосилка Может, ты вообще не слышишь, в чем дело Это я, меня зовут Женя по-прежнему Я твой коллега Ну и как бы мне на тебя нападать совсем не хочется, вроде бы Да, все, вроде бы я немножко успокоилась Да, дело в том, что я готовилась к нашему эфиру О газонах И начиталась на ночь ужастиков Стивена Кинга рассказа Газонокосильщик До сих пор не могу прийти в себя, друзья Если вы обожаете ужастики Я вам настоятельно рекомендую это произведение Только не на ночь Только не на ночь, хорошо договорились Саша, все, сейчас успокаиваемся Страшилки оставь в книжке А прямо сейчас давай начнем наш замечательный утренний эфир И начнем его по традиции с приветствием Доброе утро, губерния в студии Впечатлительная Саша Байдачина И рассудительный Женя Плотников А спонсор нашей программы Турецкие авиалинии Путешествуйте по всему миру вместе с турецкими авиалиниями Turkish Airlines, смотрите на мир шире Мы сегодня поговорим о газонах Чем они хороши, как за ними ухаживать Ну и конечно же полюбуемся самыми красивыми лужайками мира А пока обратимся к жителям губернии И спросим, какой пейзаж у них самый любимый Вид Волги И прибрежно Волга, далекие горы, облака Может быть где-то далеке звенит гром Я никогда не видела океан, но, наверное, это было бы очень классно Такое огромное поле флибуситов Море Ну это, наверное, какое-нибудь озеро или небольшая речка И там такой песочек, много деревьев и никого Голубой озер Красный закат и где-нибудь пальмы на берегу моря На закат Со стороны Волги, вот когда смотришь, когда заходит солнце, очень красиво Когда солнце садится на вертолетке На яхте, на реке Конечно, Волга, я думаю, для каждого самарца это Волга Наша прекрасная набережная и закаты Горы, море, пляж Природа, солнечный, ветерок немного Наша самарская природа, село Подгры, если знаете Летом мы все мечтаем о солнышке, чтобы понежиться на нем как следует и, конечно же, позагорать А вот и не все, вот всячески идейные такие, настоящие идейные садовники Мечтают, чтобы круглый год была пасмурная и влажная погода Ну не прямо, чтобы вот ливни, ливни каждый раз Но чтобы дождичек все-таки моросил Чтобы солнышко выглядывало Очень редко из-за тучек, так чтобы травка оживилась А потом снова облачно, пасмурно и где-нибудь плюс 17 Максимально комфортная для травки погода Давайте же узнаем, кому сегодня будет на улице комфортнее Вам или вашему газону прогноз погоды В четверг в большинстве районов области пройдет дождь, возможно гроза Будет облачно с прояснениями Ветер западный Он будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду Местами порывы 15-20 метров в секунду На севере и западе от 14 до 19 градусов тепла На востоке и юге от плюс 15 до плюс 20 В Самаре и Тольятти днем температура воздуха может прогреться до 20 градусов тепла А вот ночью столбик термометра опустится до плюс 14 Красивый и ухоженный газон на дачном участке можно сравнить с идеальным паркетом В квартире он обращает на себя внимание и всегда является лучшим вариантом для оформления загородного гнездышка Но красивый газон это не такое уж простое дело И главное правило здесь как следует подготовиться Грунтовая основа должна быть толщиной не менее 15 сантиметров Нужно разровнять почту, почву Почту тоже, все уравняем Утробовать грунт и дать ему немного отдохнуть Да и самим можно отдохнуть Ну а примерно за неделю до посева добавить в землю специальное удобрение для газона Это обязательное условие для равномерного роста травы Сложно, все очень сложно Если вам эта процедура показалась, как и мне, довольно утомительной Купите просто рулонный газон Только помните, что при расчете нужного количества рулонов нужно заказать на пару метров больше Дело в том, что при сухой погоде рулоны немного сжимаются от страха И конечно же любой газон требует постоянного ухода И само собой его нужно Что, Женя? Встреча Правильно Верно ты подумал Основные хлопоты обычно доставляют также скапливающаяся вода Особенно в такой влажный сезон, как нынешнее лето Специалисты рекомендуют позаботиться об этом заранее Разбейте ваш газон под небольшим наклоном Буквально пара-тройка сантиметров Скат будет незаметным для вас И ощутимым для воды Вся она благополучно утечет ровно туда, куда вы ее направите Хлопоты, конечно, серьезные Но все они того стоят Определенно оказывается газон площадью 200 квадратных метров Вырабатывает кислорода, которого хватит для семьи из четырех человек Ну и всем известно, что также газон поглощает дорожный и вообще воздушный шум Делая дом более тихим и более комфортным для жилья Я уже не говорю о том, что газон выполняет мечту любой девушки Заниматься спортом на свежем воздухе, на приятной травке Так что, друзья, телевизор под мышку и марш на газон выполнять простые движения Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Хотим предложить вашему вниманию упражнения, направленные на проработку и укрепление внутренней поверхности бедра Приступаем! Нам понадобится бодибар Опускаем его на плечи Выполняем шаг в сторону Приседаем И на возврате протягиваем носочек по полу в другую сторону Продолжаем в каждую Возвращаемся Следим за дыханием Выполняем шаг на вдохе И возвращаемся на выдохе Остановились Следующее упражнение Бодибар ставим перед собой Подцегиваем мышцы пресса Одновременно приподнимаясь на носочки Уходим в плие и возвращаемся вверх Повторяем Плавно опускаемся И поднимаемся Следим за тем, чтобы наш копчик был направлен строго в пол И корпус оставался вертикально Выполним последнее движение Хорошо Хорошо Следующее упражнение переходим на пол Опускаемся на лопат Рабочая нога прямая Бодибар опускаем на стопу Поднимаем вверх ногу И опускаем вниз Следим за тем, чтобы стопа оставалась параллельно полу Еще четыре Три Два И последнее повторение Хорошо Развернемся на другой бок Повторим то же самое с другой ноги Вверх и вниз Выдох Вдох Выдох Вдох И нам остается еще четыре Последний повтор Хорошо Опускаем бодибар на пол И ложимся на спину Руки подкладываем под ягодицы Поднимаем поочередно ноги вверх Я буду пополнять согнутыми ногами Упражнение Маши прямыми Разводим ноги в стороны И скрещиваем при возврате На скрещивание ноги меняем Стараемся как можно больше завести колено за колено Сохранив прямой угол бедра с полом И еще четыре Три Два И последний повтор Аккуратно возвращаемся Мы надеемся, что наш комплекс вам понравился Желаем вам хорошего дня И хорошего настроения Всего доброго Доброе утро Доброе утро Доброе утро Губерния Высоковато взяла Раньше спеть хором самим собой было возможно лишь при помощи сложных программ для монтажа Для того, чтобы вас вот так музыкально поприветствовать этим утром Мне понадобились лишь телефон, незатейливая программа для пения, а капелла И, конечно, мой голос И вот уже в эфире ансамбль под управлением Саши Байдачной объявляет рубрику Точно, именно как по нотам Пожалуй, самое популярное на сегодняшний день приложение для пения ансамблем Это Акапелла От создателей Пик Плейпост Программа имеет простой интерфейс Нужно всего лишь выбрать внешний вид для вашего ролика Решить, сколько окошек будет записать несколько видео на одну песню А программа уже сама сведет звук Подключайте любые инструменты и разукрашивайте вокальную аранжировку Также можно воспользоваться метрономом Все здесь легко и просто Интересно, что приложение Акапелла позволяет не только петь хором в одиночку Но и самостоятельно отвечать за целый оркестр А если фантазия разыграется Снимайте театральную постановку Готовый проект можно отправить на почту или сохранить в памяти мобильного телефона Но лучше всего, конечно, поделиться видео в любимых социальных сетях Чтобы все вокруг знали о вашем таланте У меня на этом все Приятных вам звуков Мы увидимся на следующей неделе И споемся Сегодня 6 июля 6 июля 1932 года в Самаре на месте бывшей купической усадьбы Открылась центральная база культуры и отдыха Или загородный парк, как мы привыкли его называть Сейчас это центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького На его территории сохранились редкие виды растений Кроме того, в парке находится памятник археологии федерального значения Стоянка поселения 8-9 веков нашей эры 6 июля в 1885 году французский микробиолог и химик Луи Пастер Успешно испытал разработанную им вакцину против бешенства Первым человеком, выжившим после заражения, стал 9-летний Йозеф Майстер Год спустя своя пастеровская станция открылась и в Самаре Это было второе в Российской империи и первое в Поволжье подобное медучреждение Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя Этот не вполне серьезный, но уже популярный праздник придумали в Великобритании В наши дни 6 июля во многих странах проходят различные флешмобы и конкурсы поцелуев И даже устанавливаются всевозможные рекорды В 6 день июля в разные годы на свет появились Российский император Николай I из династии Романовых Российский и французский художник еврейского происхождения Марк Шагал А также известная оперная певица Тамара Синявская и другие знаменитости В народном календаре сегодня вспоминают о графену купальницу Вечером этого дня наши предки шли купаться на реки и озера Наступала таинственная ночь на Ивана Купалу Люди верили в легенду о цветке папоротника, который распускается один раз в году именно в эту ночь И всего на несколько минут Считалось, что тот, кто увидит редкий цветок, получит способность находить клады Такими событиями запомнился 6 день июля Успехов в делах и прекрасного настроения вам! Друзья, если вы хотите участвовать в нашей программе, пожалуйста, присылайте свои фото и видео к нам в группу ВКонтакте Она называется «Утро губернии» Ищите там альбом «Яркие кадры» и загружайте в него все самое интересное Альбина Михайлова в группе «Самара» ВКонтакте разместилась замечательная фотография с Грушинского фестиваля Все многообразие красок музыкального пиршенства на ваших голубых экранах Традиционный дождь на Грушинском фестивале Как всегда, не без этого Как всегда, тренируйся Но видишь все равно, как весело и задорно Да, представляю, как на Грушинском фестивале траву потоптали Тут никакой рулонный газон не поможет Ну да, на таких фестивалях надо стелить специальное покрытие, вот как в цирке стелят Да, знаешь, они и тигров, наверное, выпускать для того, чтобы за порядком следили Ох, вспомнили и сразу захотелось в цирк Так пусть будет цирк! Массивным погрузчиком ловко и умело управляет не простой рабочий, а звезда мирового цирка и народный артист России Мстислав Запашный Подготовка тольяттинской сцены к будущему выступлению проходит под его четким руководством Я собрал в программе практически все основные жанры циркового искусства Все жанры показать невозможно в спектакле Он будет очень длинным, большим Поэтому основные жанры – это лошади, само собой, высшая школа Это дрессура медведей, дрессура собак, клоуны, акробаты, гимнасты, иллюзия и дрессура тигров В Тольятти артист приезжает уже не первый раз Еще школьникам в этом же дворце спорта он наблюдал, как его отец Мстислав Запашный укращает опасных хищников Мне интересно работать в городах, где нет цирков стационарных Поэтому я назвал это «Большой тур по городам России» Вот, работаю иногда, работаю в палатке, иногда работаю во дворцах спорта Вот в данном, допустим, у вас прекрасный, прекрасный дворец И волей ситуации, да, вот так случилось, что я поднял документы 40 лет назад, когда открывали дворец, мой отец работал здесь с программой И я здесь маленький тоже был, 10 лет не был еще Одни из главных героев циркового спектакля – это, конечно, амурские и бенгальские тигры Многие полосатые хищники – настоящие ветераны манежа Лад Она занесена в Красную книгу, ее взяли мы в Пензенском зоопарке То есть ее родители были пойманы в тайге И у них родилась вот эта тигрица, и я ее в Пензен забрал в зоопарке Вот она профессиональная артистка Профессиональная артистка, лад Лад Работает давно уже Скоро пойдет на пенсию Семья Запашных – это не только бренд, известный в России и в мире Прежде всего, это фамильная династия цирковых артистов Вместе с Мстиславом Запашным на арене постоянно выступают и его дети Среди них – сын Ярослав Как в цирк приехал, так буквально уже через 2-3 месяца мама меня хотела забрать, я уже ни в какую не хотел уезжать оттуда Потому что цирк – это как болото, она затянула один раз и все, погряз тут на всю жизнь Но ты не жалеешь? Нет, нисколько не жалею вообще Гастроли в Тольятти продлятся 6 июля по 6 августа Специально для юных горожан Мстислав Запашный приготовил подарок Первые 500 посетителей до 12 лет в сопровождении взрослых увидят представление бесплатно Получить билеты можно в кассе Дворца спорта «Волгарь» Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха Специально для «Утро губернии» из Тольятти А мы продолжаем, у нас в гостях флорист Людмила Радудик Доброе утро, Людмила Доброе утро, Людмила Какие тренды лета 2017 вы бы отметили? Сейчас на пике популярности стиль бохошик В чем он заключается? Привычные нам дорогие цветы, такие как розы, шикарные пионы Сочетают, скажем так, с несочетаемым, с полевыми цветами, с полевыми растениями Например, это вот тысячелистник Его часто можно встретить? Он растет везде, как сорняк Либо вот такой репейник Обычный репейник, как в детстве мы его задорно отрывали и кидали Репили где-нибудь фигурки? Да, да, совершенно верно Посмотрите, как он органично используется в данном букете Также используется пионы Это соцветия лилий оранжевых, которые повсеместно растут А это вообще обычная рябина Листья обычной рябины Даже ветки рябины я вижу, да? Да, мы будем использовать как зелень Сейчас я буду собирать букет и поговорим об этом Давайте Значит, у нас будет участвовать роза Репейник Репейник обязательно мы будем его использовать Это же можно, наверное, эти растения найти где-нибудь, поблизиться в своей даче Совершенно верно Можно использовать розы из сада Сейчас большое разнообразие чайных роз, пионов То есть мы можем срезать любые цветы, любую зелень и используя А вы используете только живые цветы или какие-то иногда допускаются вкрапления? Да, на оформлении, допустим, свадеб, торжеств Возможно использование искусственных цветов Но это делается так незаметно, чтобы никто не мог даже догадаться А в каком случае используются искусственные? Чтобы стояли дольше? Ну, в целях, наверное, экономии, скорее всего Да, потому что живые цветы, они дорогие Вот Ну и, конечно же, как вы правильно заметили, чтобы оформление подольше было свежим Используются искусственные цветы Но искусственные цветы такого качества, что даже мы не можем отличить Не заметишь, да, никогда? Ой, нет-нет-нет, только профессионал Так, продолжите, пожалуйста Очень красивый букет Значит, мы составляем его в такой хаотичной Да, вы в произвольном? Да, да-да Ну, у меня-то это уже, в общем-то Профессионально Профессионально, да А вот обычному человеку я бы рекомендовала в произвольной форме Еще в народе называют данный букет раскидистый, растрепанный То есть он не имеет жесткой формы, букета Он такой весь воздушный Слушайте, вот Меня всегда поражало Вы просто набираете цветы, даже репели А получается безумная красота А по цветам вы как-то, я имею в виду, именно по расцветке Ну, по расцветке Ориентируетесь? Обязательно, по расцветке всегда ориентируешься А есть такое же несочетаемое цветы? Есть Нельзя Есть Сейчас это тоже, кстати, очень модно Спасибо, что вы говорили такой вопрос Сочетаемое и несочетаемое Да, сейчас очень моден цвет марсала Это такой винный, глубокий цвет бордо Вот его сочетают с таким темно-синим, темно-зеленым цветом Это какие цветы же получаются? Бордовые Розы, наверное Есть розы, есть пионы такого цвета Маленькие пиончики нам тоже придадут такую форму И ключевое значение этого букета Это формы такие раскидистые, выступающие линии То есть вот эти как раз лилии нам и дадут В современном букете упаковка используется? Вообще она нужна или? Пышная Упаковка нужна, конечно же Потому что когда дарят букет, его нужно перевести Она обязательно нужна Но вот именно в этом эко-букете не используется упаковка как таковая Он перевязывается у нас лентой Лентами Используются атласные разноцветные ленты Букет фиксируется лентами А всевозможные коробочки, какие-то Контейнеры, куда помещают цветы С этим как? Ну вот этот букет мы видим, он используется в шляпной коробке Это тоже тренд сезона Достаточно такой уже устойчивый Несколько лет на рынке представлен Его очень обожают и ценят люди Почему? Потому что в нем находится флористическая губка Оазис, пропитанная водой И что позволяет цветам оставаться свежими Сколько может простоять такой букет? Такой букет, он живет дольше обычного На три дня Если букет обычный живет пять дней То, соответственно, до семи дней А вот букет, который вы составили Он, это такой универсальный букет Или все-таки для определенных каких-то моментов только в жизни? Вот кому его можно подарить? Во-первых, это букет для невесты Используется в этом сезоне Да, это, в общем, очень модно С пылевыми цветами Да, это прям пик популярности Вот, такой букет можно также Составить, да И поставить дома в вазе Ну, это все, конечно, соответственно, нужно подрезать красиво Уж не буду я вам тут мусорить в студии Вот Такой букет приятно подарить Наверное, любой девушке Да, любой девушке, да, правильно заметили Он такой, конечно, романтичный Очень такой Очень красивый Такой же нежный, как вы Спасибо Отходит вашему образу Спасибо А вот ленты Цветовая гамма ленты, опять же Потому что всегда, я почему-то спрашиваю, когда покупаешь букет Очень много вопросов задают, на которые ты не знаешь ответы Всегда Заворачивать ли Нужна ли вот эта вот упаковка пластиковая Или она такая полиэтиленовая И если ленту, то какую? Если ленту, то какую, Людмила, подскажите? Если ленту, то, конечно, только атласную Она такая благородная, мягкая Посмотрите, конечно, она сочетается по цвету С цветовой гаммой То есть лента должна сочетаться с цветами? Ну, обязательно Конечно Спасибо, Людмила, за ваши советы За прекрасные цветы За это красивое настроение Этим утром Вам удачи Замечательных Замечательной недели Ну и спасибо за мастер-класс Да, огромное спасибо за эти цветы Всего доброго Спасибо Продолжим, да? Мы ненадолго прерываемся А потом вернемся в нашу студию В эфире новости губернии В студии Татьяна Потоцкая Здравствуйте Поваленные и вырванные с корнем деревья Поврежденные линии электропередачи Многокилометровые пробки По Самарской области пронесся ураган Последствия которого устраняют до сих пор В Тольятти шквалистый ветер поломал около 30 деревьев И повредил с десяток автомобилей В одном из дворов на тротуар упал фонарный стол Без света остались жители 73 домов в частном секторе Стихия разбушевалась и в Самаре Ветер валил деревья В Постниковом овраге ураганом снесло трамвайную остановку В Сызране ветки падали на дороги Машины и провода по улицам текли реки А во время прохождения грозового фронта Перестали работать два светофора На пульт дежурного единой диспетчерской службы От жителей города поступило почти 300 звонков Сведений о пострадавших нет А тем временем МЧС снова предупреждает Об ухудшении погодных условий В первые половины дня Также ожидается усиление ветра Его порывы могут достигать 27 метров в секунду Возможно дождь, гроза и даже град В чрезвычайном ведомстве напоминают О правилах безопасности Во время сильного ветра нужно держаться подальше От линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин Не стоять под карнизами и непрочными навесами Спрятаться от грозы спасатели рекомендуют в подъезд или подвал Водители призывают быть внимательными на дорогах Соблюдать скоростной режим и дистанцию При возникновении ЧАЭС просят звонить по телефону, указанному на экране Муниципалитеты получат миллиард 400 миллионов рублей на благоустройство Постановление о распределении субсидий на эти цели Опубликовано на сайте правительства региона Больше 819 миллионов выделит областной бюджет Еще 618 поступит из федерального центра Больше всех средств получат Самара и Тольятти 287,5 миллионов и 181 миллион соответственно 12 муниципалитетов получат максимальную для сельских районов сумму По 38 миллионов 400 тысяч рублей 13 призовых мест заняли спортсмены Самарской области на чемпионате России По плаванию первенство проходило в подмосковном Раменском В соревнованиях участвовали 222 пловца с поражением опорно-двигательного аппарата По итогам тольятинец Сергей Сухарев взял сразу три золотых медали О чемпионах, которыми становится вопреки материал Дмитрия Лобанова Летом основные тренировки проходят в спортзале Бассейн, в котором обычно занимается Сергей, на два месяца закрыт Но расписание спортсмена от сезона не зависит Сейчас он готовится к очередным сборам Игра в настольный теннис и силовые упражнения Занятия проводит мама и тренер пловца Галина Сухарева Я стараюсь, чтобы было все по плану Чтобы он выполнял все задания, которые мы планируем На сборах особенно Сергей старается, когда дома он находится Дома немножко он, я скажу, прослабленнее себя ведет А на сборах, когда вся команда тренируется, конечно, он все четко выполняет Сергей занимается плаванием шести лет После страшной автомобильной аварии В 2005 году врачи говорили, о спортивной карьере придется забыть Но он доказал обратное После операции и реабилитации вернулся к тренировкам Получил звание мастера спорта международного класса И стал неоднократным рекордсменом страны В прошлом году его, как и всю российскую сборную, не пустили на Паралимпиаду в Рио Отстранение не позволило соревноваться на мировом уровне Но не помешало побить мировой рекорд Дистанцию в 50 метров на альтернативных соревнованиях Сергей преодолел за 27,6 секунд Мужество и волю оценили в родном городе спортсмена Его встречали как героя От областного правительства он получил сертификат на миллион рублей А его маме и тренеру вручили автомобиль Lada X-Ray И вот новая победа На прошедшем чемпионате России в Раменском он завоевал три золотых медали В общем зачете команда Самарской области завоевала 13 наград разных категорий И заняла девятое место в стране В соревнованиях принимало участие 222 спортсмена из 33 регионов Конечно для нас это очередная победа, как и для этих спортсменов Мы как Министерство спорта продолжим их поддержку, их подготовку И очень надеемся на то, что в скорости эти спортсмены смогут представлять наш регион На официальных соревнованиях международного уровня У тольяттинского чемпиона график на лето и осень уже расписан В середине ноября Сергей Сухарев будет бороться за медали в альтернативных соревнованиях Для паралимпийцев в подмосковном городе Руза Дмитрий Лобанов, Андрей Костомах О новости губернии Тольятти И на этом пока все новости, увидимся Доброе утро губерния, в студии снова ведущие Саша Байдачная И Женя Плотников А спонсор нашей программы турецкие авиалинии Turkish Airlines летает в большее количество стран, чем любая другая авиакомпания Осуществляет свои рейсы в 120 стран и 299 направлений по всему миру Рейсы авиакомпании турецкие авиалинии из Самары осуществляются три раза в неделю В среду, в пятницу и в воскресенье А мы сегодня решили посмотреть себе под ноги и обратить внимание на газон Ну, вроде бы газон Дело привычное, они есть у многих во дворе, их можно встретить на улице Но иногда садовники превращают банальный газон в настоящее произведение садового искусства И первым делом мы отправляемся в Норвегию Там газоны стелят прямо на крышу дома И неспроста такая крыша очень долговечно обеспечивает тепло и гидроизоляцию Улучшает микроклимат в доме Летом прохладно в доме, а зимой тепло Кроме того, вес такой крыши придает большую устойчивость конструкции дома Очень удобно вышел на крышу, заодно он полежал на лужайке Швейцарский архитектор Питер Уэтч, похоже, вдохновился произведениями Джона Толкиена Помните знаменитые норы хоббитов? Что-то подобное он воплотил в жизнь Я уверен, многие бы хотели поселиться в таких землянках Потому что от них просто веет уютом И газон получается практически везде Правда, ухаживать, мне кажется, за такой лужайкой, ну, очень сложно А не хочешь ухаживать, засади стены, как это сделал испанский архитектор Патрик Блан Он хотел добавить немного зелени среди каменных улиц Мадрида Траву заседить был негде И вот таким оригинальным способом он решил Свою проблему вышло замечательно Любой прохожий может любоваться газоном И даже запустить руку в траву, не сбавляя шага посреди рабочего дня Да, это, я думаю, мечта многих А как выглядит любимый пейзаж жителей губернии, узнаем прямо сейчас Вид Волги И прибрежно Волга, далекие горы, облака Может быть, где-то далекие звенит гром Я никогда не видела океан, но, наверное, это было бы очень классно Такое огромное поле флибуситов Море Ну, это, наверное, какое-нибудь озеро или небольшая речка И там такой песочек, много деревьев и никого Голубой озеро Красный закат и где-нибудь пальмы на берегу моря На закат Со стороны Волги, вот когда смотришь, когда заходит солнце, очень красиво Когда солнце садится на вертолетке На яхте На реке Конечно, Волга Я думаю, для каждой в Самарце это Волга Наша прекрасная набережная и закат Горы, море, пляж Природа, солнечный ветерок немного Наша самарская природа, село Подгры, если знаете Ландшафтные дизайнеры давно превратили лужайку и расположенные на ней растения в материал для своих потрясающих работ Отсюда родилось даже целое направление в искусстве Оно называется топиари Это художественное оформление деревьев Посмотрите, какие необычные фигуры можно сделать с помощью ножниц и удивительного таланта Давайте теперь полюбуемся, что может сделать наш корреспондент Татьяна Пецина с помощью удивительного таланта и микрофона На Руси по сарафану крестьянки можно было легко определить ее место жительства К примеру, узор источек и цветков – характерная примета Самарской губернии Местные мастера-красильщики работали с тканями только синих оттенков Их так и называли – синюхи Многометровые льняные отрезы окунали в специальный чан – куб Заводился куб, набивался резерв, окрашивался и получалась ткань синий-белым рисунком Достаточно дешевая То есть, если набойщик ходил с манерой А не с манерой, а с манерником Это огромное полотно, на котором были набиты все штампы, которые у него были в наличии Хозяйка ему сдавала по мере полотно, сотканное ей Выбирала рисунок, была специальная палочка, на которой делались засечки Одна половинка отдавалась хозяйке, другая оставалась у красильщика Среди способов украшения тканей набойка едва ли не самый простой Резные дощечки покрывали вапой Рецепт резерва каждый красильщик хранил в строгом секрете Потому что именно от него зависела долговечность рисунка Иногда поверх основного белого орнамента наносили оранжевые горошины Но это уже вершина мастерства Это получается химическим путем Это когда вапы добавляют специальные соли То есть окрашивают, отквашивают И потом пропускают через калий двухромовый кислый То есть это состав, в народе он называется хромпик Это весьма токсичное соединение То есть тогда, возможно, еще и не знали, что это токсичное соединение Но сейчас мы знаем То есть это соединение, которое очень хорошо разъедает органику Ну а мы, люди, состоим из органики Последний этап – проявка рисунка Для этого ткань погружали в кислый раствор И промывали при соприкосновении с водой А затем с воздухом она приобретала неповторимый оттенок Так что место для творчества есть даже в этой монотонной работе Можно сказать, что данный тип мастерства становится востребованным Люди шьют из этого эксклюзивные какие-то вещи Ну и плюс, как сказать То есть вот где-то что-то мастер там немножко скосил То есть это уже показывает, что вот эксклюзивно вручную сделанная ткань Человек одел и в большинстве случаев она делается в единственном экземпляре Павел Осипов открыл собственную красильню Возрождает старинные традиции современными методами Проводит мастер-классы в Самарской областной библиотеке Татьяна Петцина, Сергей Костин, программа «Утро губернии» Мы продолжаем, у нас в гостях Ирина Бойничева Ландшафтный дизайнер архитектурно-ландшафтной студии «Берсо» Здравствуйте Доброе утро Что для вас ландшафтный дизайн? Ну, если говорить по определению, по общему определению Ландшафтный дизайн – это, конечно же, искусство Искусство на стыке трех направлений Одно из направлений – это архитектура, строительство, проектирование Другое направление – это ботаника, растеневодство, агрономия И третье – это история культуры, философия Вот даже туда Даже туда, да Да, это искусство все-таки по большей части Для наших клиентов – это создание комфортной среды для жизни Отдыха, это эмоции, настроения Это здоровье, в конце концов, и физическое, и психическое А для меня лично и для моих коллег – это работа Это работа, это и хобби Это и удовольствие Любимая работа Это же здорово, когда сад – это ваша работа Кстати, о саде Можно ли приравнять значение ландшафтный дизайн и сад, то есть и красивый сад? Или это немножечко все-таки разные вещи? Ландшафтный дизайн, ну как включает себя, это не только дизайн, но это и реализация этих проектов Это и материальное обеспечение, техническое обеспечение Да, это красивый сад, создание красивого сада под ключ Давайте немножечко поговорим о трендах Что сейчас в моде, какие сады принято делать? Принято делать? Ну, стилей, конечно, в ландшафтном дизайне очень много Но я вот лично предпочитаю современный сад Так, каков современный сад? Каков современный сад? Это не обязательно сад в стиле хай-тек или минимализма Это может быть и природный, и регулярный сад Но существуют признаки, которые отличают современный сад Это, во-первых, это индивидуальность То есть это авторство Это сад, созданный по определенной концепции для определенного заказчика Вот Второй признак – это малоуходность Это очень важно сейчас в данный момент Потому что времени у всех катастрофически не хватает Жень так обострилась, да, ускорилась Вот, поэтому малоуходность – очень важный фактор в этом случае Технологичность сада Даже вот так, технологии как бы проникли сюда тоже Да, безусловно То есть сейчас появилось такое понятие, как умный сад Ух ты! Что же это? Это технологии в саду По хлопку все поливается или что? Или растет? Это система автоматического полива Это уже обязательно стало для всех садов Ну, понятно Система освещения, которая сдается по сценарию Ну, естественно, это обязательно системы, дренажные системы, системы отвода алюминиевых вод Сейчас появились такие ноу-хау, как система снеготаяния, система туманообразования Туманообразования? Да, на участке Туманообразования, дренаж, освещение, полив, сколько же стоит красивый сад? Сколько стоит красивый сад? Ну, вы знаете, понятие – это очень широкое От и до От и до Да, зависит от чего это Конечно, от наполнения сада То есть от дизайна И что заказчик хочет Если там большое количество построек, подпорных стен, водоемов, дорожек, фонтанов То это, конечно, все удорожание, понятно Ну, и плюс те самые технологии, о которых вы говорили Да, если это технологии, да То это все, конечно, удорожание сада Самый дешевый вариант – это, конечно, просто подготовка почвы и покрытие газон А расскажите о растениях, которые украшают наш сад И которые обеспечивают, наверное, малоуходность, как вы сказали Всем же хочется немножечко полениться в саду Ну, вот могу сказать, что… Может быть, ваши любимые растения какие-то Да, любимые растения Да, что сейчас в тренде То есть малоуходность – это в первую очередь И это обеспечивается не только технологиями вот этими Но и определенными посадками То есть вот эти миксбордеры, которые перенасыщены Миксбордеры так, что это цветники Цветники Да Перенасыщены такими трудозатратными растениями, сочетаниями, композициями Все это уходит, потому что это все сложно Это нужно обрезать, прищипывать, подкармливать Это все сложно Поэтому сейчас дизайнеры многие ищут варианты Вот именно малоуходных, структурных и устойчивых цветников Которые создаются большими массивами Более одноародные, монохромные Вот Лично я, как и люблю растения Я, можно сказать, наверное, вас это удивит Я не очень люблю хвойные Вот это да, действительно Да Потому что это скучно Это зелень Что вы любите? Хорошо Я люблю, когда есть сменность в сезон Происходит сменяемость Это дает настроение, это дает эмоции Весной это цветение Летом это плодоношение Это красивая кора яркая Осенью это яркий осенний окрас Зимой это структура стволов Красивая, яркие там побеги Вот это вот красиво, оно сменяется сезонно И это создает вот эмоции какие-то Какие самые необычные деревья вам приходилось сажать в саду? О, необычные? Ну, вы знаете, мы стараемся сажать необычные Даже адаптируем некоторые растения под наш климат Которые у нас, в принципе, считаются незимующие Мы пробовали сажать японский клен Гималайскую сосну Ну, да, дендерные, которые так условно у нас тоже не любят сажать дизайнеры Мы экспериментируем с этим Причем у нас вот японский клен Он уже лет пять, да А, ты сам прижился? Все в порядке Он живет у нас прекрасно Как там клен? Мы вас будем каждый раз спрашивать Как там японский клен? Вот, то есть, как бы, вот такие вот эксперименты я люблю Потому что это все равно что-то вносит новое в сад Люблю очень формованные растения Мы хотя бы несколько дорогих растений, которые мы привозим из Германии Специально под заказы на каждый участок Которые в контейнерах Ну, они бывают не в контейнерах, они бывают в сетках упакованные То есть, по-разному может быть упакована корневая Но дело в том, что формованные Это значит, они сформированы в питомниках какой-то формы Это может быть форма, да Это может быть форма зонта, форма крыши, шар там Шар на штамбе, бонсай То есть, все это вот формовки, которые дают эксклюзив саду То есть, они в форме растений или можно в форме самолета, в форме чашечки? Ну, это топиарные формы, нет Такие сложные, конечно, формы А вы занимаетесь топиариями, кстати? Топиариями? Ну, мы сажали не ваки, да, бонсай сажали Ну, особо сложные, спирали там Особо сложные мы стараемся не делать, потому что для этого нужно профессионалы для поддержания Заказчик сам не сможет это поддерживать То есть, это нужно периодически подстригать так, как она, чтобы сохраняла форму Вот, у нас есть такие специалисты в компании То есть, мы раз-два в сезон То есть, при большом желании можно каждый раз и заказать и один раз А потом заказывать постоянно, чтобы поддерживал форму Ясно Спасибо вам большое Очень интересно И вот насчет токарных форм Поддумаем о том, чтобы разбить сад где-нибудь здесь, около нашей редакции Спасибо, хорошего дня Спасибо вам, хорошего дня Ну, а Елена Шишкина приготовила отчет с Грушинского фестиваля Там прекрасная лужайка, которую на прошлых выходных вытоптали барды В 44-й раз в Самарской губернии прошел Грушинский фестиваль Проливными дождями с поляны смыло всех случайных людей Но никакая стихия не смогла остановить преданных любителей бардовской песни По словам организаторов, на фестивале побывали 20 тысяч жителей 29 регионов России и многих иностранных государств Я не любитель бардовской песни Я вообще очень сложный человек и берег по натуре Для меня природа один на один должна быть Иначе это не поход и не туризм Но за эти дни я изменил свое мнение по одной простой причине Не верю в колдасоль, в магию или в ауру Но я атеист, ощущаю здесь нечто, то, что этих людей объединяет Это действительно здорово Неважно, даже можешь никуда не пойти Просто, мне кажется, нужно здесь поприсутствовать В тот же час на том же месте звучали туристические песни и стихи Снова, как и год назад, на фестиваль приехали артисты театра на Таганке Вениамин Смеха в очередной раз признался, как глубоко взволнован горячим приемом фестивальной публики Грушинский, который вырос на глазах актера и литератора, по его мнению, один из самых ярких опен-эйров страны Надежд не было на то, что мы сейчас видим вокруг Ну, тысячи человек со всей страны Или Куйбышевской области, или из Москвы, Ленинграда И вдруг оказалось 20, 30, 40, 100, до 200 тысяч Сам по себе фестиваль – это уже песня Песня может быть национального единства Как обычно, на фестивале нашлось место не только авторской песне и поэтическому слову Но и спортивным соревнованиям, детским конкурсам и развлечениям для всей семьи Елена Шишкина, Алексей Гритнев, Андрей Авдеев, Утро губернии Пришло время завершить наш разговор о газонах Еще раз пожелать вам хорошего дня и попрощаться до завтра До встречи, до скорой встречи, друзья, с вами были Женя Плотников И Саша Байдачная Кстати, кстати, ты знаешь, что по рассказу Стивена Кинга «Газонокосище», который ты читала, сняли классное кино? Пойдем посмотрим Знаешь, вот вместо того, чтобы пугать меня чужим кино, давай лучше снимем свое И так ты в главной роли, ты стрижешь мой газон Я уверена, успех будет оглушительный Лучше, чем у прибытия поезда, точно, Женя Хорошо Пошли-ка, сейчас снимается Суперфитнес по суперцене в клубе «Спортзавод» В три месяца за 3 990 рублей Звони прямо сейчас 2-7-0-3-7-7-7 «Спортзавод» Новосадовая, 106 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова